Денис, приветствую тебя! Привет-привет! На очередном видео фундаментальный технический анализ, оценка общей рыночной ситуации, поиск самых лучших точек входа. Ну, разумеется, друзья, это наше субъективное мнение, но мы очень стараемся вам угодить и подсказать, опять же, с тем, как можно действовать в моменте с позиции принятия торговых решений. Ну, у нас вот некоторое время назад с тобой уже устоялась такая практика, когда я, будучи фундаменталистом, делаю акцент на те ключевые изменения в фундаментальном фоне, которые произошли за последнее время. Мы, безусловно, продолжаем следить за тем, как развиваются события вокруг предвыборной гонки в Штатах. Трамп, Байден, риторика Трампа перед выборами касательно новых мер фискального стимулирования. Вся эта неделя, это вообще резонанс от его решений, начиная от поручений, которые он дал своим представителям, прекратить переговоры с палатой представителей. Это в начале недели, как мы помним, друзья, стало причиной снижения фондовых рынков и распродажи всего спектра рисковых инструментов. Тогда у нас американская валюта росла, и мы с тобой на прошлом эфире как раз, Денис, и говорили об этом. Но ситуация очень быстро изменилась, потому что, видимо, советники Трампа ясно ему донесли позицию, что нельзя вот так вот жестко сейчас разбрасываться от такого формата заявлениями, потому что будет трудно выиграть выборы, если фондовый рынок будет валиться. И он, знаешь, быстро провел работу над ошибками. Вчерашнее заявление о том, что не совсем правильно его поняли. Он не хочет вести переговоры с Пелоси, с палатой представителей, но он фактически за то, чтобы сейчас все-таки перезапустили новые фискальные стимулы. Не в таких объемах, как, возможно, хотелось бы супероптимистам, но все равно неважно. Самое главное, чтобы деньги пришли на рынок. Вот его инициатива 25 миллиардов для авиакомпаний, 135 миллиардов для малого бизнеса, еще приличная, любимая часть денег. Это вот разовые выплаты, прямые выплаты безработным. Чеки по 1200 долларов. Это круто. Поэтому, друзья, как этот фонд в целом можно на долгосрок транслировать? Это, безусловно, поддержка для фондового рынка. Мы с Денисом вам неоднократно говорили, что очень перспективными могут оказаться позиции по NASDAQ, по Dow Jones и по S&P. Я предлагаю к демонстрации рабочего стола перейти и как раз покажу, что у нас. Да, давай как раз. Так, видно уже? Сейчас подгружу. Да, все отлично видно. Так, вот как раз график S&P сейчас открыт. Мы двигаемся в рамках восходящего канала, друзья. И я почти уверен, что сможем улететь в район 3500 и выше. Ну вот я еще предпочитаю работать с Dow Jones, поскольку он как бы индекс еще отстающий. По нему мы не выжили даже прежних максимумов, которые видели в начале 2020 года. Но я думаю, что выжили. Сегодня я предлагаю сделать акцент на инструменты, которые мы с тобой давно не разбирали. Это фунт и золото. Вот можно начать с британской валюты. Хотя пару слов еще все-таки скажу про индекс доллара, потому что очень важно сейчас понять, как и что с ним происходит. Индекс американской валюты, даже несмотря на то, что последние две часовые свечи идет отбой от отметки 93.50, все равно остается, на мой взгляд, уязвимым для дальнейшего снижения. Я только что обозначил позицию того, что Трамп сам успокоил рынки, подтвердил, что какие-то деньги все-таки будут выделены. По фондовой секции мы видим то, что интерес к риску пошел. И, разумеется, нет оснований сейчас ставить на какое-то долгоиграющее укрепление американской валюты. Доллар будет снижаться. Это нормально то, что инициативы переходят от покупателей к продавцам. Рынок никогда не двигается в одном направлении. И, соответственно, индекс доллара, я почти не сомневаюсь, потому что даже до конца текущей торговой сессии мы окажемся там ниже 93.50. Для риска, что это значит? По идее, если мы продаем индекс доллара, то нужно покупать ту же самую британскую валюту. Но, Денис, я здесь, пожалуй, займу немножко иную позицию с акцентом и учетом риска Брекзита, до которого дедлайн 15 октября остается мало времени, когда Англия и ЕС должны все-таки согласовать торговую сделку. И я думаю, что очень много еще будет негатива сказано, что спровоцирует еще большую волатильность по фунту против доллара, нежели ту, которую мы видели. И, разумеется, при негативном фоне, при плохих новостях касательно Брекзита, даже несмотря на возможность отработать идею слабости доллара, фунт может оказаться в числе аутсайдеров. Поэтому я посмотрел бы и рассмотрел бы возможность рекомендации продажи селл-стоп с уровня 1.2810. То есть это, в принципе, уровень, который лежит очень далеко от текущих котировок. Сейчас мы котируемся на отметке 1.2950. Но все-таки, если снижение по британской валюте пойдет, на плохих новостях по Брекзиту, я думаю, что это снижение может очень быстро перерасти в какой-то новый локальный тренд, там 200-300 пунктов легко. Вот на этот случай как раз и будет рекомендация и конкретная сделка по продаже британца. Ранее мы, кстати, говорили про евро. Друзья, напоминаю, что по европейской валюте здесь все предельно просто. Отыгрываем слабость доллара и, соответственно, по евро ждем движение выше отметки 1.1850. И что касается золота. Вот жаль, что у нас не было возможности выйти с тобой на записи этого видео пораньше, когда котировки были там на отметке 1.1885, потому что я вот здесь локально чертил фигуру, ожидал пробоя вверх. В принципе, это произошло сейчас в котировке 1.891. Я предлагаю дождаться отбоя, возвращения в вот этот клин, соответственно, к отметке 1.1885 и уже потом ставить на дальнейший рост. Здесь вот есть локальная линия тренда. Я думаю, что ее сломать сейчас будет очень трудно. То есть покупаем на небольшом снижении и покупаем, потому что мы ставим на ослабление курса американской валюты. В целом, по фундаменту ничего не изменилось, друзья, чтобы я отказался от тех рекомендаций, которые давал ранее. Денис, слово передаю тебе. Хорошо, слово взял, демонстрацию рабочего стола запустил. Смотри, здесь сегодня у нас с тобой по фунту немножко все-таки разные мнения. Да, я прекрасно понимаю тебя, почему ты говоришь по поводу Brexit 15 октября. Но, опять-таки, насколько я помню, вчера выступал уже Джонсон, говорил о том, что, скорее всего, сроки опять сместятся, что сейчас некая будет заморозка в плане обсуждения сопляжуйства. По-другому я уже просто не могу назвать действительность Brexit. Я считаю, что пока что на данный момент, с учетом чисто технической картины, даже если отбросить фундаментальный фон, брать именно чисто техническую картину, то я больше считаю, что все-таки движение вверх у нас является приоритетным. Тем более, как ты уже упоминал сегодня индекс доллара, который ждешь на снижение, то аналогично я жду здесь на продолжение роста по фунту. Кстати, точно так же, как и по евро. Но евро я пока в сделку не входил, точнее, я ее проспал в буквальном смысле этого слова. Очень рано было. Я действительно ее проспал и лимитку не поставил. То по фунту здесь все-таки вчера вскочил в покупки. И планирую сопровождать их, ну, как минимум, вот район 1.30.50. Это самая ближайшая цель, такая вот чисто локальная, я бы ее даже так назвал. Вот она от этого уровня идет и от внутреннего накопления. А следующая уже по маржинальной зоне выставил. Так что, ну, я лично больше советовал бы пока присмотреться и склоняться все-таки в сторону конкретно покупок. Потому что на пробой данного уровня работать, ну, может быть, честно, крайне рискованно. Лучше пускай хотя бы здесь сложный перехай какой-нибудь дадут с кульминационным объемом, а потом уже можно будет рассмотреть. Ну, я в любом случае пока придерживаться буду своего мнения именно на продолжение роста по фунту. Что касается золота, у меня, в принципе, абсолютно аналогичное мнение. Золото в идеале я бы хотел увидеть вот такую конструкцию. То есть движение вверх в область примерно 1915-1920. Затем коррекция к новосформированной здесь появится зона покупателя. Но она появится только в том случае, если будет выход вверх. И только после этого уже движение вот в таком виде снова вверх. И, собственно, к контрольной маржинальной зоне тоже могут дойти. Тут также локальные такие вот уровни небольшие. Плюс накопление тоже здесь формируется. Поэтому 1950 здесь будет реально находиться следующая цель. Осталось только вот такой выход вверх сделать. Сейчас как бы середина получается диапазона. И с самой середины диапазона, но я бы не очень советовал сделки открывать. Это всегда очень такая скользкая штука. То есть могут абсолютно с одинаковой вероятностью выходить как вверх, так и, собственно, вниз на ретест минимумов. И затем уже через обложенный пробой, через кульминационный объем или же новое накопление его пробоя в обратку, тогда уже могут двинуть. Поэтому лучше всего, чтобы сформировали четкую структуру. И после этой структуры уже входить на коррекции с достаточно низким риском и просто шикарным потенциалом. По поводу тех же фондового индекса. У меня сегодня как раз по тейку уже закрылся. 3430 здесь у меня стоял тейк. Если в целом говорить о дальнейших перспективах, да, у нас, в принципе, выборы на носу 1 ноября по штатам. Но, тем не менее, все равно точно так же, как и ты, склоняюсь к вариантам продолжения роста. Это может быть через коррекцию, может даже через глубокую коррекцию. Но чего-то сверхъестественное, если честно, я не ожидаю от рынка. То есть некая напряженность, повышенная волатильность, безусловно, будет. Но целевой ориентир на этот год, особенно учитывая то, что, как правило, бывают новогодние ралли на фонде, то 3600 все-таки в этом году могут взять. Поэтому по большому счету я точно так же, как и ты, склоняюсь к продолжению роста. И сегодня вот упоминал касательно индекса долларов. Сейчас еще раз покажу. По индексу баксов у меня вот зона продавцов. Я вчера еще отмечал и пост на канале в своем дел, в Телеграме, что с этой зоны очень большая вероятность дальнейшего выхода цены вниз. То есть вниз это как минимум 92.75 и в том числе ниже. Потому что нижнюю границу канала чисто техническая цена распиливает ее уже достаточно красиво. То есть была попытка прорыва ниже, ничем не уменьшалась, откорректировались. И теперь снова со второго раза подходит. Как правило, со второго раза оно все-таки пробивает. Поэтому я лично за падение индекса доллара. И, следовательно, у нас и рост евро, рост фунта, да и, собственно, и остальных валют тоже против доллара. В том числе и золота. Слушай, ну по такой логике, конечно, я с тобой согласен. Я тоже бы, если бы была возможность сейчас отбросить все вот эти политические факторы, сказал бы, что фунт такой же классный кандидат на откуп и возвращение к локальным максимумам. Но как бы у меня есть делка по евро. Не хочется дважды, знаешь, попасть в просаг, если что-то пойдет не так. Потому что, в целом-то, ставка на индекс доллара, она как бы тождественна с реверсом как бы по евро, доллару и фунту. То есть, все-таки я бы сейчас поработал с потенциальным риском Brexit. Ну, я забросил ордиту далеко. Поэтому, если все-таки негатива не будет, то, конечно же, безусловно, он будет расти. Но вот в качестве форс-мажора все-таки оставил верательность до негативного сценария. Денис, огромное тебе спасибо за твои комментарии, за твои рекомендации. Классного тебе закрытия недели. Хороших выходных. И до следующей недели. Пока. Спасибо, коллега. До следующей недели и отличных тебе тоже выходных. Спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok